Всем привет. Таня пошла в магазин. Всех с праздником. У нас сегодня день независимости. 3 июля день освобождения города Минска вообще. Официальная дата. Я говорю, то что снимал с утра, поздравлял. Все это ничего у меня не получилось в видео. Так что решил поздравить сейчас. Как бегать меня? Отстанье, идем. Я говорю, сроду у нас так вот не росло. Представляете? Вот под балконами видите, какие полыняки выросли. Вот. Не было никогда такого у нас. Никогда. Два раза в неделю работают. Каждую травинку вот эту вот находили, выщипывали. Из-за коронавируса горники работают два дня в неделю. Поэтому мы на них обижаться не будем. Все равно у нас чисто. Всем доброе утро. Собрались ехать на дачу. Зашел в подъезд. Дверь открывает. Смотрите. Вода льется. Видно? Ух, дышать нечем. Туда дальше зайти невозможно. Что там происходит? Неужели первый этаж не чувствует ничего? Раз в году собрались что-то вывезти, вот это да, и то не получится. Сантехнику уже позвонили, сейчас придет. Вот такие дела. Что там прорвало, может что? Порвали. Можно задохнуть. Вот. Зашел в подвал, а там у нас вода стоит. По колено, не по колено, но по щиколотку, по всей видимости, горячая. И где наш подвал, да? Ну да, я туда не дойду. Прекрасно. Ну, американцы не зря. Это же американец. А что у вас, Тойота, я не глянул-то. А? Тойота? Тойота. Тойота. Приус. А Тойота американская, раз? Это? Нет. Вы не поняли. Изготовление для американцев делали. Да, вот даже так. Ну, ее с Америки пригнали. Ну, ясно. Они все уже у нас американские. На память. А и так, на память, как вам сказать. Ну, эти, во всяком случае, раз купили, надо использовать, правильно? Пока, пока не начался так называемый этот вот вирус, так я жил этим. Ну, зарплата была нормальная. А сейчас нет. У нас канал свой. А сейчас нет. Я даже молчу и не знаю, у меня и настроения нет, и все время. А-а-а. Так снимаю вот то, что попадется, как говорится. Так обычно рассказываем про свою жизнь. Про город, Брест. Что с нами, как говорится, что с нами происходит, понимаете? Да. Ну, вот уже смотрю купол, но он уже давненько стоит, последний, да, этот поставили. Это не новшество. Церковь? Ну, да, купол, я говорю, купол стоит, главное. Купол красивый, какой золотой, блестит. Не было его. А я как-то сколько езжу, не обращал внимания. Да, но за рулем я. Не, ну так можно было глянуть, но вот когда кто заострит, а посмотрит. Там уже краны стоят, что-то строят, да, что-то. Микроем же будут расширять. Возле, здесь, возле МЧС. Да, все это будет. Вот по эту сторону, южно. Да. Федачи скоростные. Да, снесут, наверное, эту временную стоянку. Ну, сколько ей лет уже, господи, сколько, наверное, мне это есть. Это и АЗС? Ну, не АЗС, а рядом. А, это. Ну, у вас рублей до 6-7. А, 60-50. Не, не. Вы спрашиваете, сколько у вас выйдет? Бывший дом офицеров. Не, до Минска спросил. А, до Минска? Да, до Минска, Брест-Минск. Сейчас скажу. У меня тогда, в последний раз я возил, вышло 340 рублей. А, ну. 340 рублей. До Минска, с Бреста. До аэропорта. До аэропорта даже. Мы думаем, что там еще 50 километров от Минска еще. Прямо дорога пошла на Минск, а мы поворачиваем направо, на аэропорт. В основном все ездят только в аэропорт. Здесь стояла КПП. Я помню. Мы ходили, приезжали сюда на танцы. Дом офицеров. Да, да. Вот он, всем известный. Сейчас поликлиника номер 3. Да. Когда-то было здесь отделение от ЦУМа. Сейчас здесь магазин 8 марта. Оденьте этот. Сели молча. Что у нас здесь? В основном остались пятиэтажки, которые были. Ну, главное, старые все остались. Новые все там. С той стороны. Это и так называемые хрущевки, как мы называем. Ну, ну да. А туда уже вглубь идут новые дома. В ту сторону. Да. Влево получается. Да, да, да. Здесь, кстати, все старые. Тридцать-восьмая десантники справа. Угу. Бригада. Тридцать-восьмая десантники. Тридцать-восьмая десантники. Тридцать-восьмая десантники. Попробуй. Повернули мы на Томашевку. До Томашевки у нас 58 километров. До Мачево 36. Это пограничный переход, да, до Мачево? Да. Томашевка. До Мачево нет? Есть, но там эти... Ну, они ближе стоят. Там, как его, воинская часть, эти погранцисты. Так, едем где-то с километров, поворачиваем направо. Вот и такая дорога. Если кому интересно, как мы добираемся на дачу. Реезд заканчивается. Это где-то с километра мы проехали. Да. Начинается с правой стороны дачи. Так, ну здесь же поворачиваем направо. Да, вот мы в этом жареем. По гравейке, да. Раньше захотим, не повернем. Ну, вот сюда часто привозим. Ага. Здесь вот. Может быть там по закоулку, но мы не знаем. Не надо по закоулкам. А, оттуда вы имеете в виду. Сейчас направо. Право? Ага. Всем ссор. Спасибо. Может назад поедем на этой машине. Ого, сто лет мы не были. Все заросло. Все заросло. Ну, ладно, сейчас разгрузимся. И будем думать. Так, что тут? Все на месте. И одни соседи. И Нина с Виктором, по идее. Да, же, Лариса, ничего не хочу говорить. Не рассказывать. Я ничего не страшно. Одно слово тебе скажу. Это не гриф, не ангина, не логи. Это очень страшно. Глянь, что у соседа. Нормально. Иди глянь. Что, потоп? Потоп. Я думаю, уже тут дом стоит. По-хорошему бы все засыпать. Сначала выровнять надо это все по уровню. Какие навез-то шпалы-то. И не поднять-то их. Ну, вы уж Татьяну извините, если она не хочет сниматься. Так что я уже говорил на эту тему. Так что еще раз просим извинения. Все созреет, она немножко придет в чувство, как я говорю. Вот цветы какие у нас шикарные. А жуки у нас какие живут? Жуки живут какие, видите? В каждом цветке по жуку. В каждом. Флоксы распустились. Сашина грядка. Сашина. И розы цветут. Чего только не цветет. Все заросло, ребята. Да бог с ним, заросло и заросло. Так, тележку еще завез. Не просто все растет, а как-то они на любимое выражение, как она буяет. Буяет. Есть такое российское, такое емкое. Со смыслом слова. Видите, что происходит? Это не растет, это прет. Прет и прет. Ой-ой-ой. Куда оно прет? Вижу орех вот. Растет. Какой пакет, Ларис? Огурцами. Спасибо. У нас же там не выросло. Нас соседи уже угостили, Лариса, угостили огурцами. Спасибо. Добрым людям, как говорится. Идите, какие огурчики. Говорит, где вы там? Чего вы там? Вырастили, не вырастили. Вон наверху два орешка вижу. Ну, коль они появились. А у соседей, у Ларисы, которые угостили нас огурцами, у них намного меньше орешек. И уже, да, вон плоды. Вот еще висит. Ну, что-то, что-то где-то будет. Интересно пройтись. Интересно пройтись. Вот весь мой труд на смарку. Все мои арбузы. Ой, господи. Ну, говорят, такие дожди шли. Такие ливни были тут. Это благо, что мы завезли землю. Иначе здесь все просто. У нас здесь обычно карась жил. На этом месте. Я уже рассказывал. За воротами. Ну, зато к Наташины кусты хорошо растут. Помидоров, конечно, в этом году не будет, я так понял. Не будет. Кукуруза может еще вырастет. Ничего с ней не будет. Перцы надо смотреть. Что тут вот? Что тут? Это, которые должны быть огурцами. Что тут? Ну, пока им... Пока огурцам не до этого. Перцы сейчас откроем. Посмотрим, что с перцами. Бомбачки. Время. Перцы. 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 Субтитры подогнал «Симон»